приветствую вас друзья леста выпустила с патчем 126 новый прям танк в продажу и су-152 зверобой клиенте игры в магазине продается за 11 300 золота в принципе все прям танки на восьмом уровне столько стоят я не знаю эти танкисты которые до сих пор спрашивают а сколько он стоит добро пожаловать 2024 год уже давным-давно все прям танки на восьмом уровне стоят одинаково и на других уровнях все танки тоже стоят одинаково на каждом уровне своя цена и она для всего уровня одинаковая когда вы уже к этому привыкнете сколько еще лет должно пройти все прям танки на восьмом уровне стоят 11000 золота вот если они идут в пакете с каким-то мусором вот тогда он может стоить там больше там есть еще два пакета за 3000 рублей и за секстиль арт триллиардов мультимиллиардов рублей вот там пакет с кучей мусора поэтому он и стоит больше теперь поговорим про и су-152 зверобой у нас в игре еще есть и су-152 к еще один прям танк подобного типажа также у нас есть еще и су-130 похожая на зверобой только пушечка с меньшей альфой и у нас есть еще прокачиваемая не премиум на и су-152 вот на и су-152 я взял три отметки и я в принципе более-менее кайфанул с того геймплея я более-менее активно играл врывался не стоял сзади мне нравилось и су-152 зверобой по ощущениям более активная чем и сухо обычная более стабилизированная но я прям не почувствовал что я могу ехать и рубиться вблизи там с кайфом во-первых набор карт поменялся с того времени как я равные сухи некоторые карты на высоких уровнях на которых я раньше играл на прокачиваемые сухи брал три отметки их сейчас нет вообще на высоких уровнях также у нас добавилось очень много имбовых прям восьмерок очень много апнули веток где апали в основном восьмерку девятку десятку из-за чего появились прокачиваемые сильные танки плюс еще на восьмом уровне мы часто попадаем десяткам сейчас на десятом уровне очень много по напали там всяких веток и десятки в том числе концепт 5 а переапанный йог тот же самый в с 115 а 113 в общем целая пачка танков которая очень сильно себя чувствует сейчас на десятках такого не было когда я брал три отметки и сейчас я если врываюсь куда-то на такие танки я улетаю сразу в помойку поскольку они меня разбирают просто по щелчку пальцев плюс еще сейчас праздник очень много играет танкистов которые обычно не играют то что они вытворяют в рандоме по каждому моменту прям фильм надо снимать что вытворил танкист там просто такой цирк поэтому адекватность этого обзора на этот танк и стрим который я сыграл на этом танке справедливость результата она ну 50 на 50 во первых я не сыграл на этом танке много боев 20 боев для статистики это маловато результат получился ну скромный при этом были бои где просто там по 5000 там понабивал мастера дали планка сейчас на танке очень малюсенькая она упала там куда-то в пропасть но при этом при всем я не чувствовал себя на этом танке прям каким-то врыватором разгибатором на бэбэшки пополам врагов ламатором а вот почему на бэбэшки пробить и 215 за что любят вообще вот эти вот всякие сухи бэбэшку зарядил десятку пробил пол хп снял все здесь бэбэшку зарядил восьмерку не пробил 20 секунд плачешь пока заряжаешь следующий снаряд если едешь куда-то врываться брони нет пушка не гнется ни влево ни вправо ни вниз ни вверх стрельнул в землю 20 секунд перезаряжаешься особо не потанчишь в общем тяжело удавалось настрелять в основном из каких-то позиций пассивных где я просто стою и с кимпы наваливаю при этом при всем были бои где я с кимпы стреляю в стоячие танки которые стоят не в укрытии на одном месте и при полном сведении примерно пять раз подряд я не то что не пробиваю соперников я не попадаю вообще в них такого на исухе прокачиваемой я не помню вообще в итоге у меня оборудование получилось досылатель прицел экспериментальная турбина также допаек и на бабушках не получается играть даже против восьмерок во первых иногда этот танк просто в стоячие не попадает много раз подряд и 5 выстрел это может быть все что вы за бой сделали и эти пять выстрел в земле но бывают такие бои когда снаряд все-таки летит один там из пяти боев все-таки он соизволил попасть и ты там пару раз за бой пробил какой-то урон настрелял моя заслуга такая себе враги подставились я это увидел приехал свелся нажал кнопку кривая пушка куда-то там плюнула циферка вылетела ура честно говоря меня не особо веселит такой геймплей и вот мы уже приходим какому-то более менее маленькому выводу не сильно объективному больше субъективному танчик не для фарма поскольку на бэбэшки пробитие 215 это смешно даже против восьмерок это фигня полная тем более на птшки с таким типом геймплея как зверобой вот эти вот и сухи на которых тяжело вообще даже к выстрелу подготовиться не говоря уже про какой-то активный геймплей и потом еще 20 секунд кд а брони особо нет поэтому мы играем на кумулятивах почти всегда там 320 пробития кумулятив летит на 200 метров быстрее 800 хвостиком бэбэшка еще и летит медленно что хоронит этот снаряд полностью он вообще никчемный на нем только против шестерок семерок играть это не против всех у нас есть еще фугас пробить м156 которым можно просто уверенно пробивать бумажные танки что-то более-менее бронированное рисковать не хочется поскольку когда 20 секунд до альфа 1050 какого-нибудь борща почти ваншот на телескорпион чека ладно но прям ездить все фугасами пробивать вряд ли на бэбэшки кумулятиве альфа 750 только же как и усу-152 к только вот у ису-152 к пробитие основным снарядом 286 а специальным 329 этот снаряд этот намного лучше пробивает но у зверобоя намного лучше сведения 2 и 9 а там три с половиной секунды но там точность 043 у зверобой 046 точности реально танку не хватает и если добавить сюда еще и суху прокачиваем там точность 041 вот мы и видим в чем загвоздка почему я в стоячие танки не попадаю а точность то у нашего зверобоя 046 она в разы хуже чем у и су-152 где ездил и стрелял попадал бахал урон а тут я бахаю и в землю до лучше стабилизация до хп 1400 его больше но чё понтус этих 200 хп если танчик по сути картонный да мы там где-то чуть чуть дольше проживем но попадаем мы гораздо реже я уже молчу о том чтобы вы зимой зоны попадать тут идет речь просто в силуэт танка попасть да у нас лучше удельная мощность до лучше стабилизация чуть больше хп но это не дает нам возможность прям с кайфом играть активно поскольку оно все равно заключено в тело и су-152 это все равно не лт не ст и не тт это все равно и сухо но точность просто улетела куда-то в никуда а те 200 хп ну приятный бонус но не перекрывает огромную потерю пробития бэбэшкой огромную потерю в точности а эта точность очень важно поскольку мы стреляем очень редко и каждая альфа очень важно чтобы ее выдать а тут по сути очень часто такая ситуация что мы выдаем альфу когда игра соизволит попасть сама даже если мы полностью свелись даже если соперник стоит на одном месте боком то вас на ряд просто может в самый низ упасть в гусеницу без урона или вообще вверх в небо улететь и все мне честно говоря не хватило точности прокачиваемая су-152 немножко приятнее играется активно чем премиумная и су-152 к но при этом у нее есть точность 041 и это лучшая точность среди и сух с большой пушкой а вот у зверобоя активности еще лучше чем у ису-152 но самая плохая точность 046 вот как раз этой точности мне не хватает тут даже на точных пушках есть вопросы к стрельбе в общем танчик не про фарм поскольку пробить и бэбэшкой смешное танчик не про какую-то стабильную стрельбу особенно с кемп издалека поскольку точность отвратительная танчик в активном геймплее конечно лучшая исуха среди всех за счет удельной мощности стабилизации тыры-пыры троллевали но это все равно исуха играть стабильно активно на исухе тяжело даже если у вас невероятный скилл в этой игре все равно тяжело а если его нету то я вообще не представляю как вы это будете делать то есть это не исуха для того чтобы кемперить это исуха для того чтобы играть активно но при этом все равно мне точности не хватает на ней и чаще всего для того чтобы играть на исухе активно нужен совзводной натяжи который будет принимать пульки а вы потом выезжать стрелять в разряженной танке у меня есть потешки которые мне в тысячу раз больше нравится на восьмом уровне премиумные на которых я не боюсь попасть к десяткам даже на основных снарядах я с ними фармлю серебро и нормально набиваю результат здесь я даже против восьмерок боюсь на бэбэшках играть потому что это почти нереально получается это танчик для фана не для фарма для тех кто будет веселиться кому доставляет удовольствие вот такой вот геймплей но учтите что это исуха с самой плохой точностью но самыми лучшими данными для активной игры кому это понравится но мне почему-то кажется что целевая аудитория как раз таки любит на бэбэшки попадать с кемпы а здесь и бэбэшка худший снаряд практически но нафиг не нужен и стрельба с кемпы тоже косая кривая а если еще и с кемпы бэбэшкой стрелять которая навесом медленно летит и это вообще жесть в общем и целом я бы этот танчик не перехваливал у него есть свои яркие стороны но и минусов огромное количество и чё-то я сомневаюсь что целевая аудитория именно такую исуху хотела поскольку некоторые вещи это исуха потеряла ключевые но немного приобрела других кому она понравится честно без понятия сам был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока